Здравствуйте! Здравствуйте! Основой религиозных базы данных Лекция 4. Концептуальная модель базы данных Религиозная модель – это особый метод рассмотрения данных, содержащих данные в виде таблиц, способов работы и манипуляций с ними в виде связи. Религиозная модель предполагает три концептуальных элемента – структура, целостность и обработка данных. Основные определения. В религиозных системах таблицу называют отношения. Строка таблицей – картеж, столбец, атрибут. Атрибуты имеют уникальные в пределах отношения имена. Количество картежей в таблице – это кардинальное число. Количество атрибутов – степень. Уникальный идентификатор – один или несколько атрибутов, значения которых в одно и то же время не бывают одинаковые, называется первичным ключом. Домин – это множество допустимых однородных значений для атрибута. Домин – логические неделимые единицы. В качестве домина могут выступать, например, перечень фамилий сотрудников учреждения, однако не все фамилии могут присутствовать в таблице. Основные определения. Отношения содержат две части – заголовок и содержательную часть. Заголовок содержит конечное множество атрибутов, содержательная часть – множество пар имени атрибута и его значения. В свойствах отношений не бывает двух одинаковых картежей. Картежей неупределоченец – сверху вниз. Атрибуты неупределоченец – слева направо. Значения атрибутов состоят из логических неделимых единиц. Виды отношений, именованные, определяемые в СУБД путем операторов создания. Базовое отношение создается при проектировании, имеет собственное наименование. Производные отношения определяются через базовые отношения средствами СУБД. Виды отношений, представления, именованные производные отношения физически в базе данных не существует. Результаты запроса – это неименованные производные отношения, содержащие результат конкретного запроса. Результат запроса в базе данных не хранится, а существует только до тех пор, пока он необходим пользователю. Хранимые отношения физически поддерживаются в памяти компьютера. Хранимым относятся базовые отношения. Итак, релационная база данных – набор отношений, связанных между собой. В виде связей. Связь – это ассоциирование двух или более отношений база данных, не имеющая связи между отношениями. Релационный называется не может. Основное требование к организации релационной базы данных – это обеспечение возможности поиска одных картежей по значениям других. Для этого необходимо установить между ней связи. Существуют следующие основные виды связей. Один к одному, один ко многим, многие ко одному, многие ко многим. Целостность данных. Ключ – это минимальный набор атрибутов, по значениям которых можно однозначно найти требуемый картеж. Минимальность означает то, что исключение из набора любого атрибута не позволяет идентифицировать картеж. Каждое отношение обладает первичным ключом. При выборе первичного ключа следует отдавать предпочтение несоставным ключам. Не допускается, чтобы первичный ключ принимал неопределенные значения, то есть нуль значения. Внешние ключи. Если отношение C связывает отношения A и B, то оно должно включать внешние ключи, соответствующие первичным ключам отношений A и B. Внешние ключи. Что произойдет при попытке уделения картежей и отношений C, на которые ссылается внешний ключ? Операция каскадируется. Удаление картежей в отношении приводит к удалению соответствующих картежей в связанном отношении. Операция ограничивается. Удаляются лишь те картежи, в которых связанные информации в другом отношении нет. Внешние ключи. Что будет происходить при попытке обновления первичного ключа? Отношение, на которое ссылается внешний ключ. Операция каскадируется. То есть при обновлении первичного ключа происходит обновление внешнего ключа в связанном отношении. Операция ограничивается. То есть обновляются лишь те предвешенные ключи, для которых связанной информации в другом отношении нет. Внешние ключи. Таким образом, для каждого внешнего ключа база данных должны предусматриваться не только атрибут или комбинация атрибутов, составляющих этот внешний ключ, и отношения, идентифицируемые этим ключом, но также и варианты поведения базы данных в рассмотренном в большем случае. Сущность, атрибут, связь. К базовым понятиям в модели базы данных сущность-связь относятся сущности в связи между ними и их атрибутами. Сущность – объект в предметной области. Сущности – это базовые типы информации, которые хранятся в базе данных. К сущности могут относиться студенты, клиенты, подразделения и так далее. Экземпляж сущности и тип сущности – это разные понятия. В типах сущности может быть студент, а экземпляры – Петров, Сидоров и так далее. Атрибут – это свойства сущности в предметной области. Его наименование должно быть уникальным для конкретного типа сущности. Например, для сущности студент могут быть использованы следующие атрибуты. Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, паспортные данные и так далее. В реляционной базе данных атрибуты хранятся в полях таблиц. Связь, взаимосвязь между сущностью и предметной области. Сущности – это данные, которые классифицируются по типу, а связи показывают, как эти типы данных соотносятся одним с другим. Пример. В базе данных деканат должны храниться данные о студентах, группах студентов, об оценках студентов по различным дисциплинам, о преподавателях, определим сущности, атрибуты, сущности и основные требования к функциям базы данных с ограниченными данными. Основные предметы, значимые сущности базы данных деканат являются студенты, группы студентов, дисциплины, успеваемость. Основные предметы, значимые атрибуты сущности – это студенты, фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, группа студентов, название, курс, семестр, дисциплины, успеваемость, выбрать успеваемость студента по дисциплине с указанием общего количества часов и вида контроля, выбрать успеваемость студентов по группам и дисциплинам, выбрать дисциплины, изучаемые группой студентов на определенном курсе или определенном семестре. Это основные требования к функциям база данных. Из анализа данных предметной области следует, что каждой сущности необходимо назначить простейшую двумерную таблицу. Далее необходимо установить логические связи между таблицами. Между таблицами студенты и успеваемость необходимо установить такую связь, чтобы каждая запись из таблицы студенты соответствовала несколько записей в таблице успеваемость. То есть один ко многим, так как у каждого студента может быть несколько оценок. Логическая связь между сущностями группы и студенты определена как один ко многим, исходя из того, что в группе имеется много студентов, а каждый студент входит в состав одной группы. Логическая связь между сущностями дисциплины успеваемость определена как один ко многим, потому что по каждой дисциплине может быть поставлены несколько акций различным студентам. На основе вышеизложенного составляем модель слушательств, связь для базы данных, деканат. Так, об этом все. Спасибо за внимание. Дома отвечаем на контрольные вопросы. Спасибо за внимание.